Ваш загаданный мужчина, что он о вас сразу скажет? Обалдеть! Но вы тут выходите вообще в роли императора, вы понимаете? Вы выходите в роли императора. Вы не то что императрица. Император. Настолько вы человек сильный, могущественный, могу даже сказать. А он вот просто пажик. А я вот тут просто вот так постою рядышком, постою рядышком, вот просто хотя бы рядышком. Посмотреть на тебя хотя бы. Вот в твоем поле зрения хотя бы побыть. В твоей вот ауре. К твоей энергетике хотя бы прикоснуться. Я вообще тут, я маленький человечек. Я человечек маленький. Я вообще не знаю, что ты во мне нашла. Ну и правда, что вы в нем нашли? А вы сейчас переживаете, расстраиваетесь. Хотя в социуме, на людях вы очень активная. Много работаете, действуете. Целенаправленная. Энергичная. Уверенная в себе. Вот вы, да, на людях показываете, что вы уверенная. Вы не даете себе вот эту слабинку, да. Вы как этот император, да, вот просыпаетесь и вот проговариваете аффирмации. Значит, настраиваете себя, программируете себя, что я сильная, я мощь, я кремень, да. Я все смогу, я все выдержу, я все смогу, я все выдержу. Вот так как будто бы, что я со всем справлюсь. Ради бога, и не такое проходили, и не такое проходили. Где наша не пропадала, да, вот это все характерные для вас такие вот выражения. Вы сейчас на расстоянии, да. Цикл замкнулся, эти отношения закончились, все. Вы уже отработали. Все, что можно было сделать в этих отношениях, уже сделано, сказано, все. Все, цепочка замкнулась. И что еще могу сказать, вы под защитой находитесь. И у вас как будто бы действительно аура настолько сильная, притягательная, что действительно вот люди к вам тянутся, да. Каждому хочется вот как-то с вами поговорить, просто ни о чем, да. Как-то вот прикоснуться, вот чтобы хоть как-то побыть вот в вашей энергетике. В вашем поле зрения. Как-то хоть немножко вот взять от вас. Просто я же говорю там, допустим, человек заговорил с вами, просто ни о чем поговорить, и вы уже ему уделили внимание. Он уже вами подпитался. Вот такое может быть. Так вот, и что же вы в нем нашли такого? Вот действительно, как он говорит. Потому что мужичок жадный и на деньги, и на эмоции, скандалист, сварливый. И ссоритесь-то вы, ссорились постоянно, да, доказывали. Каждый стоял на своем. Может быть, таких явных ссор, скандалов и не было, но как-то вот втихую, такая вот холодная война, каждый стоял на своем, каждый кнул свою линию. Но вы боролись за него, за эти отношения. Я уж не знаю, действительно, по этим картам, что вы в нем такого нашли, но вы для него видели пара, что он моя пара, он мой мужчина. Если это был ваш муж, да, он мой муж. Если вы только в отношениях были, вы видели тоже, что это мой мужчина. Хотели за него замуж, да. Потому что, ну, вы только чисто на этом, да, вот влюбились, да, влюбились в него по этой двойке кубков. Искренняя любовь, чистая. Вот действительно, только на голом энтузиазме, энтузазизме, да, вы были в этих отношениях. Все, вот только одна вот эта вот любовь вами управляла, руководила, вот эта влюбленность. Все, я другого ничего не вижу, что вы в нем такого нашли. Потому что мужчина жадный, эгоцентричный. Вот он своим лишний раз не поделится. Ни материальным, ни с какой-то своей душевной теплотой. Да какая тут душевная теплота? Ну вот паж, паж, это даже не рыцарь жезлов. Я не говорю уже о том, что король. Это даже не рыцарь жезлов, пажик, пажик. Тот, который при дворе прислуживал. Если рыцарь жезлов, ну, не важно, жезлов или кубков, не важно, какой есть стихия, просто рыцарь взять. Это уже человек, который имел статус при дворе, скажем, да, вот раньше, в древности. Мне очень нравились романы о рыцарях. Вальтер Скотт, Аминго. Боже мой, я вот просто зачитывалась. Так вот, быть рыцарем, это уже сударь считался, сэр. Да, это было очень престижно. Потому что они уже имели какой-то вес при дворе. Они уже имели право бороться за руку и сердце, допустим, какой-то дамы, которая им понравилась. И рыцари имели свои какие-то статки. Кто такие рыцари? Это, вот как в современном мире, это те же самые военные. Это было очень престижно, круто, то, что ты рыцарь. Потому что у рыцаря были и деньги, и статус. Он уже имел право на вот этих скачках, забегах, как же они назывались, на вот этих вот поединках, рыцарские бои, да, он имел право уже заявлять, что я вот борюсь за такую-то даму. Если он победил, он мог уже открыто предложить ей свою руку и сердце. А Пажек, ну кто такой Пажек? Это прислуга. Вот он мог держать вот эти всякие подушечки, на которых, допустим, эту корону подносили. Он еще только потенциал имел. Но как он с этим потенциалом, что он с ним будет дальше делать, это еще неизвестно. То есть это вот такой, да. И еще Пажей при дворе кого брали? Детей брали. Пажи при дворе были дети. То есть брали детей каких-то дворян. То есть это были не бедные дети, не из какой-то там нищеты, да, не из холопов, а из дворян на услужение. И они уже вот прислуживали. И в зависимости от того, насколько он выслужится, этот Пажек, уже можно было говорить о том, чтобы его там дальше повышали как-то. Ну так вот, это были в первую очередь дети, какие-то подростки. То есть они вот росли, и вместе с этим при дворе они самого, скажем, малочку, да, научались вот этим всем дворовым правилам, как себя нужно вести, как подавать, как себя вести с королевой, с королем, с высокопоставленными личностями. То есть вот он, этот Пажек, что значит? Как этот дитё, как этот подросток, незрелая личность. Он не знает, по сути, как вести себя не то, что с королевой, а с этим императором. Он ещё только учится. И вот, да, вы в нём увидели, что искренняя любовь, всё, только искреннюю любовь. Вы его любили и думали, что и он так вас любит. Очень сильно боролись за это, за эти отношения. Так, а он за что боролся? Он, ни за что он не боролся, фантазировал, пользовался. Да, вот карта, смотрите, девушка сидит на этом мужчине, мужчина такой, видите, растерянный, растерянная физиономия, рот такой вот приоткрытый. То есть он в шоке. Боже мой, такая женщина, да, вот эта упала мне, значит, с небес. Счастье привалило, что мне с этим делать? Он-то и не знает, как с такой женщиной, как вы, обходиться. Полностью растерян. Или у него такой женщины никогда не было в отношениях. Вот такого, да. Такая женщина, вот как вы, император вышли. Такая сильная, статусная, может быть. Но тут в первую очередь однозначно по характеру такая, что, ну тут вы себе яйца такие нарастили, что будь здоров. Или от рождения, или жизнь заставила. Естественно, он на вашем фоне теряется. Он теряется, думает, боже, она меня сейчас просто сверху стоит, просто раз стукнула, или посмотрела, всё, она меня уничтожит. И так вот, он просто растерянный. Или у него такой женщины не было, или сам по себе неуверенный. Не чувствует он настолько, чтобы рядом с вами стоять. Не чувствует он себя полноценным, равноправным партнёром рядом с вами. Нет. Вот он может быть даже вам и говорил, что, а что ты во мне нашла? Ну столько мужиков вокруг. Ну найди себе кого-то. Ну что ты, что ты вот им, да, вот мог такое говорить? Ну что я, что я могу тебе дать? Как будто бы и таким образом цену набивает. А он вам и ничего и не дал. Вы только потеряли. То есть, вот как он говорил, вот это правда была. Нужно было к этому прислушиваться, то, что говорил человек. Он-то, понятное дело, он таким образом набивал себе цену. Вы что думаете? Когда человек, когда мужчина такое говорит, оно-то, конечно, это всё очень так привлекательно, в смысле заманчиво, да, когда вот мужчина говорит, да что ты во мне нашла? То есть, это такая манипуляция хитрая. И женщина, наоборот, начинает, да нет, ну что ты, мне с тобой хорошо, да, кроме тебя мне никто не нужен. Она, наоборот, начинает убеждать его, переубеждать, да нет, ты для меня вот такой особенный. Это такая хитрая манипуляция. Мужчины, которые это говорят, они это прекрасно знают. И они это осознанно говорят, то есть набивают себе цену, потому что он сам понимает, что он вам-то дать ничего и не может. Поэтому он вот так вот рассчитывает на вот голый энтузиазм вот с вашей стороны. Всё. Рассчитывал только вот на эту любовь, искреннюю, с вашей стороны. Он и этой любви вам тоже не давал. Говорит, что охладели вы сейчас к нему, опустела без тебя земля. Всё. Нет уже этой любви, нету этой страсти от тебя. Ты такая, ты прям такая жестокая стала, холодная. Вот держишь свои эмоции под контролем, свои чувства. Такая вот ты прям властная стала. А раньше вот открытая, да, вот открытая ты такая была, вот как эта женщина полностью обнажённая. То есть что эта карта означает, что у женщины не было никакой задней мысли, никакого камня за пасухой не было. Вот я полностью голая, то есть я открытая перед тобой, мне перед тобой прятать нечего. Вот какая есть, такая и есть. Я тебя искренне люблю, да, и я хочу с тобой только настоящих, искренних отношений. Никакого расчёта у меня к тебе нету. Вот действительно голый энтузиазм. Как вот эти пионеры, да. Когда вот люди ещё ездили, отправляли людей на целину, то есть люди ехали в никуда. Они не знали, что их там ожидает. Вот чисто вот такой был душевный порыв. Естественно, ну деньги зарабатывать, ну какие там могли бы деньги, я не знаю. Чисто вот душевный порыв. Вот так же с этим мужчиной. Ну а сейчас он говорит, что вы настолько какая-то вот холодная стали, что уже своих чувств и эмоций не показываете. Вот прямо ожесточились. И корону-то вы надели. И борода у вас вот эта. Борода, что это означает? Мудрость. У мудрецову и у императора, у королей борода. Почему это борода? Это означает мудрость. Волосы. Волосы в принципе, чем длиннее волосы, это сила. У женщин волосы на голове, это сила. А у мужчины себе отращивали бороду. Потому что в волосах сила. Через волосы получают информацию, энергию, мысли. Мысли сверху. Открывается вот этот вот портал. Через корневую, не корневую, а через коронную чакру. И вы себе уже эту бороду нарастили. И вы себе уже эту бороду нарастили. Что настолько вы умная уже, наученная опытом, вас сейчас уже так просто не проведешь. Уже людей насквозь видите. Какая же мысль о вас ему не дает покоя на расстоянии. Звезда моя далекая, пошли мне одинокому свой лучик золотой, золотой. Дорога серпантильная, а ночь такая длинная, когда ты не со мной. звезда. Влюбленная в себя, полюбили себя. Уже голову он себе сломал. Переживает, но не показывает. Как-то вот все в себя. Задело, задело самолюбие. Очень сильно ревнует, вернуть вас хочет. Вернуть его, чтобы опять у своего трона вас посадить. Чтобы вы вот у него в ногах сидели. Ну вот как раньше было. Чтобы вот чисто вот так любили его ни за что. Просто так, просто так, понимаете? Ну просто так, кому ты нужен, дорогой? Просто так. Это только вот военкомату и маме просто так ты нужен. И то военкомат там потребуют анализы, чтобы хорошие были. Хотя бы, хотя бы. А так? Там мужчина по дьяволу. Не проходит он свою-то трансформацию. Это, судя по всему, и не пройдет. В 30 лет ума нет, уже и не будет. Хотя, говорят женщины, ну это скорее пытаются себя успокоить, убедить, что люди меняются. Меняются люди. Миленькие. Но я еще ни разу такого не видела. Ни мужчины, ни женщины в принципе. Да, люди меняются в каком плане? Хорошие люди, которые вот рождены хорошими, интеллигентные, добрые, они могут поменяться как? Из-за того, что из-за своей доброты и открытости они получали много ударов в спину, они становятся со временем более такие ожесточенные. вот так они могут поменяться. То есть стать более холодными, отстраненными. А человек, который рожден, вот этим, знаете, вот человек говно просто. он с годами может стать еще хуже. Вот вы замечали, да, в возрасте, в возрасте уже в таком преклонном. Старики некоторые, какие бывают противные? Потому что вот эти вот качества плохие. По молодости может быть он не такой противный был, но был. И вот эти качества негативные с возрастом еще более усугубляются. Вот так могут люди меняться. То есть если коротко, плохой человек с возрастом, со временем станет еще хуже, хороший человек может просто поменять отношение к людям в том плане, что не будет к себе близко подпускать. Но он таким хорошим и останется. Хороший человек никогда не станет плохим. ну по отношению к другим разве что. Он уже не будет позволять, чтобы им пользовались. Вот так. Но так, чтобы если он был в молодости говно, и тут вдруг что-то такое произошло, он изменился и стал такой весь покладистый. Да нет. Но я, я по крайней мере, я такого не в своей жизни, не в жизни других людей, я очень много наблюдала и мне рассказывают. Я такого ни разу не видела. Ни разу. Никто не меняется. Плюс-минус. Основной стержень, нутро человеческое, какое у него есть, он с ним, вот с каким родился нутром, он с таким и помрет. Все. Никакие там не трагедии. Я вот знаю семейную пару. Оба врача, оба докторы. Он такой хирург у нас в городе известный. И она доктор. И она такая женщина красивая, ну вообще красивая, чернобровая. И ну и он тоже, конечно, мужчина красивый. Что там говорить, видный такой, тоже смуглый, высокий, хирург, слушайте. Ну и они в общем-то, они с младенческих, говорю, со студенческих времен вместе. Вот они учились в одном институте, вот встречались, потом поженились. И он стал работать хирургом, уже какую-то силу обрел, это же слава, все же медсестрички глазки строят. Он стал гулять. Гулял вообще там по-черному. Пока не попал в аварию, значит, он со своей любовницей куда-то там ехал на машине. И он в этой дороге попал в аварию, вот вместе с любовницей. Значит, жена к нему и вернулась. Вот когда он попал в аварию, он там раскаялся. Это любовница его, соответственно, бросила. Ну, понятно, после аварии он там какие-то травмы сильные такие получил. Любовница его бросила, жена его назад забрала. И что вы думаете, что он там что-то осознал, поменялся? Нет. Не, ну, какое-то там время, несколько лет, где-то вот два-три года у них, да, все было прекрасно. Но потом потихоньку-потихоньку он стал опять гулять. И что вы думаете, он там сильно оценил, что жена его вернула? Нет. И я вот слушаю лекции, говорят лекторы, да, что вот почему мужчины уходят от женщин, которые их вытягивают из какой-то жопы? Почему когда они становятся уже на ноги, оперился, он окреп, он от такой женщины уходит, от таких жен, которые вытягивали их? Потому что, во-первых, ну, во-первых, и во-вторых, это единственная причина. Вот эта женщина была свидетелем тех времен, когда он был в жопе. то есть вот как бы ему стыдно, его эго задевает. И поэтому вот мужчины от таких женщин и уходят, которые как-то им помогают. Или во-время болезни, да, вот рядом сидят, находятся, выхаживают их, или помогают там по бизнесу, да, по работе. Вот он окреп оперился и уходит, потому что я не хочу находиться с тобой, не хочу, потому что ты для меня напоминание того, когда я был вот этим нищебродом, когда я был больной, ты для меня напоминание, то есть я хочу от этого уйти, я не хочу, чтобы ты мне каждый день напоминала о своем присутствии. Ему проще найти другую женщину, для которой он пришел, вот такой красавец, уже готовый, холеный, здоровый и так далее. И еще говорит, может быть, вторая причина, почему уходят, что скорее всего, эти женщины их упрекали, и естественно, он потом уже пытается от этого убежать, да, что меня упрекали. Ну, тоже тяжело не упрекать, да. Так вот, а он тут не изменится никогда, никогда. По дьяволу слабый человек. Вот вы, да, вы этому своему дьяволу противостояли. У вас есть вот эта сила внутренняя, этот характер, вы можете противостоять искушениям. Ну, опажек, ребеночек, ну, как он может противостоять искушениям? У него сознание детское, у него не хватает серого вещества, чтобы какие-то делать здравые поступки. Так, это что означает? Знает он прекрасно, что вам сердце разбил. так, рассказывает, что вы какое-то время пытались еще сохранить его, сохранить эти отношения, и люди вот какие-то знали о вас. Так, и что? Зачем ты это рассказываешь? Так, вот что? Она передо мной вот так унижалась, так унижалась, и что? И что? Ну, и что? Унижалась, и что дальше? Доставляла мне это удовольствие. Что? Я не могу понять, а мне это доставляло удовольствие. Я вот хочу ее опять задобрить, вернуть ее. И зачем она тебе нужна? манипулировать манипулировать Я хочу ее вернуть, вот как-то задобрить ее. И хочу, чтобы вот опять манипулировать ее. не готова на ваше расставание. Ты такая прям страстная стала, сексуальная, ты так красиво выглядишь, и все при тебе наблюдает за вами, выжидает какой-то момент. А что же ты выжидаешь с какими-то недобрими мыслями? Что ты выжидаешь? Как мило. Когда вы сами инициативу проявите. Интересно. А с какого цеды вы должны инициативу проявить? Держать опять вас в этих запретных отношениях? А почему вы должны инициативу проявить? Ну вы же любите его. почему вы должны инициативу проявить? Ну вы же такая, что вы всегда инициативу проявляли. Вот и сейчас тоже выжидает момент, что вы проявите, что вы настрадаетесь без него, намучаетесь и позовете его. Хочешь прям, чтобы она тебя позвала. Да, вот вышла из каких-то рамок, сделали что-то такое, что вы никогда еще не делали. Чтобы навстречу ему пошли вот как-то подружески, знаете, с пониманием, проявили какое-то свое понимание, искренность. Говорит, ну я же знаю, что тебе плохо, Господи Боже мой, ну что ты там из себя строишь? Я же знаю, что ты меня любишь, тебе без меня плохо, ну ты просто вот строишь из себя такая ты вот вся неприступная императорша, да, ты просто свои чувства, говорит, прячешь. Я что все про тебя знаю, как насмехается над вами. Зависит он, он тоже зависим от этих отношений, от вас, вот эти же все абьюзеры и манипуляторы, они же тоже по зависимостям, да, они же тоже вот выбирают таких женщин, которые вот сильно влюбчивые, потому что они понимают, что такими можно легко крутить, манипулировать, зависит, то есть он не способен построить нормальные отношения, здоровые, верные, чистые, искренние, ему вот нужно постоянно какие-то страдашки, любовные треугольники, когда это он женщине больно делает, потом она психанула, его игнорирует, он сидит там в свою очередь обиженный, вот эти вот страсти, то он обидел, то его обидели, то он обидел, то его обидели, когда постоянно мужчина и женщина ролями играются, друг другу вот эти мечи насаживают в спину, ему тоже нравятся эти отношения, потому что тоже вот нездоровая психика, на какие-то здоровые полноценные он не способен, да, вот все такое, у него тут энергии такие, во-первых, он страстный, сексуальный, плюс еще и злопамятный, то есть он далеко такой неспокойный, неуравновешенный, вы знаете, вот быстро загорается, может наговорить все, что он думает, причем плохое, плохие такие слова, все, вот он высказал все, что он думает о вас и также быстро остывает, вот такая энергия, быстро у него загорается, очень легко его вывести из себя, то вы что там, на ревности, это такое, что будет ревновать к папе родному, к брату, а что-то ты с ним так любезничаешь, а что-то ты ему так улыбаешься, не то, что к другим мужчинам, к родному брату будет ревновать, вы спокойная довольно-таки, очень сильная, ну вот опять он рассчитывает, да, что вы будете свою инициативу проявлять, чтобы вы в него вцепились, вот как эта девушка, в этот орган половой, но тут, конечно, мужчина помешан на своем этом фалосе, вот для него только вот это единственное, чем он обладает, да, чем он может похвастаться, как будто бы, все, больше у него ничего нету за душой, так вот, вот он мечтает, да, чтобы вы проявили свой характер, силу, и вот вцепились в него, мой и все, мой, вот она такая хрупкая, хрупкая эта девушка, и платьица такое у нее ободранное, но тем не менее она очень сильная, а вы, а вы виду не показываете, или маску надели, или действительно разлюбили, уже охладели к нему, но он рассчитывает, что все равно, да, ты будешь за мной, как-то там говорят, ты будешь за мной плакать, ты будешь кусать локти по щелчку в 3.15, будете локти кусать, вот на что он рассчитывает, ждет, не дождется, когда же вы уже вот окажетесь, образно говоря, в тупике и поймете, поймете, что то, как вы живете, но это не то, это неправильно, потому что, а как правильно, вот ушла ты такая, да, независимая, правильно, ты должна быть со мной, вот это правильно, о, а то, что ты там играешь в независимость, это неправильно, ну как ты не поймешь, что ты в тупик зашла, ну это неправильный выбор, ты неправильную дорогу, ты выбрала, то, что ты решила уйти, но мы же с тобой, мы же друг другу предначертаны, судьба, да, мы не подходим, ну и что, нас все благословили небеса, как ты не поймешь, что ты меня должна простить, простить меня, вот видите, в канаве, и этого человека даже не видно, он там где-то валяется, жизнь его скинула на обочину, но он из последних сил вот эту руку протягивает, что спаси меня, помоги, а вы стоите вот тоже обесчищенная, это человек предательство вам приносил, да, много раз, и вот эта бабочка, это олицетворение, что вы что-то для себя важное осознали в этой жизни, что кого я постоянно прощаю, кого я постоянно вытягиваю, и вы уже вот стоите, да, вот такая обесчищенная, униженная, но вы уже глухи к его мольбам, я тебе уже не буду протягивать эту руку, все, я теперь как эта бабочка свободна, ну вы и правда уже у вас сейчас жизнь налаживается, у кого-то уже наладилось, и похорошели, и помолодели, и по деньгам у вас пошло и бизнес, да, какой-то вот и работа, считает вас, ну как вы можете так себя вести безответственно, ну вот как, как, где же твоя любовь, ты же говорила, что ты меня любишь, вот все на вас наваливает, ты же говорила, что ты меня любишь, да, и что, вот так вот взяла легко, отвернулась от меня, значит, развернулась и ушла, вот значит такая твоя любовь, да, вот все на вас наваливает, обвиняет вас, что вот значит так ты меня и любишь, потому что если бы любила бы действительно, так ты бы со мной была, и рассчитывает, что все равно ты вернешься, вот ты все равно когда-то поймешь, что тебе без меня будет плохо, рано или поздно, вот так-то, все, я вас благодарю за просмотр, вам всех благ, здоровья, хорошего аппетита, счастья!